В эфире программа Мнение. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами сейчас отправляемся в гости к немецкому журналисту, корреспонденту Ульрику Хайдену, с которым давно не виделись. И вот сейчас буквально на коротке обсудим выступление лидера социал-демократической партии Герхарда Шрёдера, экс-канцлера, перед гражданами Германии на мероприятии. И он сказал, что Россия сложная страна и не надо относиться к Крыму как к чему-то незыблемому, сугубо украинскому, объяснив гражданам своей страны, что такое Крым на самом деле. И вот я бы очень хотел, чтобы Ульрик объяснил, а как Германия отреагировала на слова экс-канцлера и насколько это интересно сейчас вообще гражданам этой страны, что происходит вокруг Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вам слово. Расскажите, пожалуйста, объясните, что в отношении этих высказываний Герхарда Шрёдера происходит? Ну, после его выступления резко реагировали другие газеты, которые близко партии Меркела. И, ну, даже НТВ, ну, социально-ематический телеканал. Знаете, эти высказывания Шрёда совсем не подходят нашим немецким мейнстримам. Ну, я не говорю о голос народа, я говорю о СМИ. И это как шок, но все говорят, что Шрёдер отрабатывает деньги, которые он получает от Роснефть. Он там занимает важную должность. Он работает на Nord Stream 2. Ну, типа, реакции такие, что не надо говорить о Крыме. О самом деле надо отвлекать, какие материальные интересы, может быть, у Шрёда есть. Может быть, какие обязанности перед своим работодателем Роснефть, например. Но я считаю, что надо смотреть на такую ситуацию сейчас в последние дни. Очень много таких высказываний неожиданных. Например, Михаил Крэчма, пример немецкой земли Заксония, выступал на Петербургском экономическом форуме и сказал, ну, как-то он светил с Путином, он сказал, что он против санкций, потому что санкции очень сильно давит на саксонский бизнес. И вообще он сказал еще одну вещь. Он сказал, люди, которые живут в восточной Германии, они исторически, как сказать, клоны на Россию. У них хорошее чувство отношений с Россией. И это для немецких СМИ был шок. Как такой человек может говорить? Но я имею в виду, он член партии Меркела, и он говорит, половина Германии хорошо относится к Россию. Но как можно так говорить? Это для наших СМИ, которые последние пять лет агрессивно атакуют Россию и Путин. Это какая полная ерунда. И его обвинили, но этот Кречма обвинили, что он хочет расколоть Европу, что он идеализирует Советский Союз, который много преступлений делал. Он отмальчивает войны, которые Россия ввел. И, ну, понимаете, это ощущение, что эти люди, которые сейчас смеются говорить против антирусской истерии, они, как сказать, они встретят очень агрессивный ответ. Но этот агрессивный ответ, по-моему, это какая, уже покажет слабость мейнстрима. Он уже, у него нет уже новых аргументов. Он только может напугать людей, это какая, не надо близко в Россию входить. Это, ну, методами и страхом. Но новых аргументов нет. И Шредер сказал, что, я рад, что он сказал, что это соединение Крым с Россией, это результат свободного решения людей, которые живут в Крыме. И он делает хорошие дела, мне кажется. Ну, вот самое интересное будет тогда, когда ваши германские политики вдруг неожиданно скажут своим избирателям, ребят, посмотрите на Украину, ведь там прославляют Третий Рейх, ведь там фактически официально Гитлера признали вызволителем, освободителем Украины, ведь там уничтожают память о тех, кто победил фашистскую Германию и принес в том числе свободу всей Европе и немцам. Вот об этом когда скажут? К сожалению, об этом не скажут. Но сейчас, сейчас вообще Украина очень давно уже, внутренняя политика Украины не обсуждается. Кроме, может быть, Зеленский, эта тема, ну, понимаете, Меркель, когда инаугурация Зеленской была, она не ехала в Крым, она участвовала в учении немецких войска, танковых войск, и говорила, что это не танковые учения, это не какая-то теория, это практика, как мы видим это в Восточной Украине. Значит, она делает такой знак, что этот Зеленский не самый важный человек, важнее наша военная мощь, понимаешь? Это меня сильно пугало, и, честно говоря, я думал, она вообще ненормальная. Канцлер, как она может, и она отправила на их инаугурацию, Зеленский отправил сами, как называется, неудачный политик Германии, бывший немецкий президент Вольф, который сделал отставку через какой-то скандал, там, типа коррупции, ну, понимаете, отправил третий-сортный политик в Киеве, и показал этот Зеленский, он, ну, между срочками, он нам не очень подходит, и ясно, что Меркель симпатизирует до сих пор Порошенко, и, понимаете, это такая даже, даже, я не говорю, что сильный поклонник Зеленский, но как можно игнорировать выбор украинцев? Они выбрали Зеленский. И почему Германия его игнорирует? Это мне странно. Так вот, здесь как раз и подтверждение. Она игнорирует выбор граждан Украины ровно так, как она проигнорировала выбор крымчан, которые сказали нам с фашистами не по пути и проголосовали за возвращение домой в Россию. И вот на этом, наверное, подведем черту, чтобы наши зрители понимали, что, в общем-то, германскому руководству плевать и на мнение крымчан, и на мнение украинцев, которые выбирают себе того, кого считают нужным. Если не считают так нужным Германия, значит, неправильный выбор крымчан или украинцев. Спасибо вам огромнейшее. Всегда рады видеть вас у нас в гостях в эфире. Надеюсь, до скорой встречи и хороших выходных. До свидания. Вам тоже. До свидания. Итак, дорогие друзья, программа «Мнение» подошла к концу. Спасибо за внимание. Скоро вернемся и продолжим общение. До встречи.